Помогать от души, не желая ничего взамен. Таково кредо Анастасии Баховкиной из посёлка Сорум, будущего химико-биолога. Волонтёрской деятельностью она занимается уже около пяти лет. Участвует в проведении разных мероприятий, развлекает детей на пришкольных площадках в каникулярное время, добровольчество, стиль её жизни. Мне всегда была интересна помощь окружающим. Мне говорили, что я такой открытый человек. Мне очень нравится людям, очень нравится, когда они благодарят меня. То есть вот эти улыбки, которые они мне дарят после того, как я какой-то мелочью им помогу, это очень трогает моё сердце. Убеждения Насти разделяют все эти ребята, приехавшие на слёт волонтёров, а также сотни других неравнодушных жителей Белоярья. На Северянке было порядка 40 школьников из различных объединений. Ведущий специалист Комитета по делам молодёжи, физической культуре и спорта Светлана Близнякова осветила тему мотивация, быть добровольцем, необходимые для альтруиста личностные качества, возможности профессионального роста для волонтёров. Подростки участвовали в тренингах, обменивались опытом, рассказывали о себе. Занятие волонтёрством – это новые люди, новые знакомства, много всего интересного, а также как бы очищается потихонечку своя карма, выполняя какие-то дела, поручения безвозмездные. Ну и вообще это нравится, как увлечение. Встреча проходила в неформальной обстановке. На мероприятии были также представители Дворца детского и юношеского творчества, природного парка «Нумто». Они привели для ребят мастер-классы, игры. А кульминацией слёта стало вручение детям волонтёрских книжек. Напомним, этот главный документ добровольца, где будут указаны все его достижения, комитет по делам молодёжи, физической культуры и спорта, выдаёт с 14 лет. Но есть одно условие. Прежде чем получить волонтёрскую книжку, ребёнок должен отработать год у себя в объединении, или где, да, привлекаться к мероприятиям для того, чтобы это действительно была награда, как поощрение. И уже по итогам, когда волонтёрская книжка выдаётся, в неё вносятся те мероприятия, которые были и за предыдущий год. В финале слёта были подведены его итоги. В целом, встреча юных добровольцев была не только полезной в информативном плане, но и творчески насыщенной. Александра Плескач, Пётр Михалап, Время новостей, Белоярске.